Музыка Его называют королем летнего стола. Без него не получится сварить борщ или приготовить деревенский салат. Сочные плоды богаты витаминами и минералами. Их употребление защищает организм от простуды и помогает сохранить молодость кожи. Сегодня тема нашей программы – помидор. Здравствуйте, дорогие любители томатов! Наконец-то пришли тёплые деньки после длинной, такой холодной весны. И самое-самое время нам с вами научиться правильно сажать наши помидорчики. Татьяна Аркадьевна Терешенкова – кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией селекции послёновых культур Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства, ведущий селекционер агрофирмы «Поиск» по томату. Начнём с рассады. Вот посмотрите, эта тепличка посажена у нас 10 дней назад. Вот такой вот рассады. И сразу посмотрите, вот насколько уже за 10 дней рассада взялась. Вот как она хорошо начала расти. И вот насколько правильно и хорошо, когда у растений правильно подготовлена почва. Когда все параметры микроклимата в порядке. И вот как с благодарностью реагируют растения. Итак, что самое-самое важное? Для томата очень важен свет. Вот посмотрите, у нас такие чистые стёкла, всё яркое. И на самом деле очень важный момент, чтобы теплички, стёклышки были вымыты. Потому что весь урожай формирует у нас солнышко. Для томата освещенность очень и очень важна. Почва должна быть рыхлая. Это приблизительно верховой торф. Можно перегной, можно немножко песочку, дерновая почва. Делаем луночку где-то на полуштыка лопаты. После этого мы вносим приблизительно десертную ложечку суперфосфата. Очень важный момент пролить. Потому что после посадки 2-3 дня мы вообще не будем трогать растение. И оно не должно у нас завять. В каждую луночку мы наливаем где-то 2-3 литра воды. 2-3 литра воды. Это как раз нормально, чтобы у нас растение принялось и не подвяло за те дни, когда мы не будем его трогать. Берем нашу рассаду и начинаем его сажать. Посмотрите, как хорошая корневая система сформировалась. Опускаем. И прикапываем. Все достаточно легко. И вот еще раз обратите внимание, что вот это растение было посажено 10 дней назад. Вот из этой же самой рассады. Посмотрите, вот как оно уже взялось, как все хорошо и правильно. Подвязываем аккуратненько, чтобы у нас под листочками все проходило. Теперь вот подвязываем маленький узелочек. Вот, собственно говоря, и все. Растение у нас опирается на шпагат. Касательно удаления пасынков. Вот на этом растении Настя покажет, как это делается. Вот посмотрите. Это у нас индотерминатное растение. То есть оно растет все время верхушечкой. Оно не вершкуется. Из-под пазухов, листочков, вот видите, растут пасынки. И вот эти пасынки, их надо удалять. Пастенье у нас будет ровненькое, в один стебель формирующийся. Его вот видно, этот один стебель. И все вот эти вот лишние пасыночки все-все удаляем. Удалять всегда надо, когда они маленькие. Это легко, просто их легко определить. И не занимает много сил. Итак, мы посадили наше растение. Подождали два денечка. На третий мы его подвязали. И начинаем выращивать. Теперь какие уходные работы. Первое – это прополка и рыхление. Томат должен расти в чистенькой почве. Иногда используют черную пленку, например, чтобы вся, особенно для открытого грунта характерна, чтобы вся сурная растительность оставалась там под пленкой. Поливать томаты следует регулярно. Все очень зависит от температуры окружающей среды. Например, если у нас длинная холодная весна, вот как в этом году, то это надо делать пореже. Желательно теплой водой. Если у нас жара несусветная, то поливать надо почаще. То есть томат любит, чтобы у него нога была во влажности, а голова была в сухости. Для томата очень важный момент – проветривание. Подкормки. Подкармливать надо приблизительно раз в 10 дней. Ну или раз в неделю, если вы приезжаете на дачу где-то по субботам-воскресеньям. Подкармливаем комплексными минеральными удобрениями, лучше растворимыми. Также берем леечку и делаем раствор. Как правило, удобрение, которое мы используем, у нас идет одна столовая или десертная ложка на такую лейку. И мы поливаем тоже примерно по литру на растение. Как определять, что надо подкармливать? Ну, во-первых, раз в 10 дней – это правильно и хорошо. Но мы можем еще смотреть на стебелек. Если у нас стебелек начинает утончаться, вот это первый признак того, что пора подкормить. Если у нас начали желтеть нижние листочки, это тоже признак того, что пора подкармливать. Если на нижних листочках у нас появляется такая окраска в виде мозаики, беленькая, с небольшими некрозиками, это тоже говорит о том, что листья отработали, и вот пора уже, пора кормить. То есть это признаки голодания называется. Иногда у нас по краю листа идет некроз. То есть вот зелененький листик, и вдруг у него прям как такая кайма коричневая. Это говорит о том, что недостаток калия. Но, в общем-то, все это убирается полностью, если мы регулярно подкармливаем комплексными удобрениями. Важный момент. Мы где-то в числа 15 июля удаляем голову. Причем мы удаляем ее и в теплицах, особенно если это не обогреваемые, именно наши дачные теплички, и в открытом грунте. Зачем мы это делаем? Дело в том, что от момента опыления цветочка до момента, когда мы снимаем плод, проходит 2 месяца. И, соответственно, никакого смысла в этих горошках, которые у нас образуются после 15 июля, уже нет. Растение только будет тратить на это, опять же, энергию, и мы не получим вот этого большого плода, который хотим. Если мы убрали, то, как правило, на этот момент у нас у индетов черри завязывается до 7 даже кистей, а у крупноплодных 4-5 кистей. И этого, в общем-то, достаточно для того, чтобы... И при этом на каждой кисти у нас будут именно выполнены по размеру, по окраске, по массе, по содержанию питательных веществ плоды. Вот это основные моменты по уходу. Значит, рыхлим, пропалываем, подкармливаем, удаляем пасынки, удаляем лишнюю листву. На момент, когда на первой кисти у нас начинают созревать первые плоды, мы начинаем удалять нижние листья. Это способствует, ну, во-первых, тому, что на старые листья могут садиться болезни, мы оздоравливаем растения, делаем крону более проветриваемой. Это тоже очень важный момент, потому что не садятся грибные болезни. У нас лучше именно вот эфициентарное такое состояние внутри посадки, лучше проветривается, меньше влаги, меньше возможности грибам поразить наше растение. И удаляем верхушку. Вот это основные моменты по уходу. Итак, на примере гибрида «Золотые бусы» я хочу показать, вот как срабатывают те приемы нехитрые, которые мы показали на маленьких растениях. Вот смотрите, индотерминатный гибрид. Он высокий, идет в один стебель, вот мы его ведем-ведем. Абсолютно все пасынки удалены. И вот здесь, вот видите, удалены уже и старые листья, и поэтому у нас вот так замечательно выглядят уже созревающие кисточки. А вот это у нас гибрид-коктейль «Красный лукум». Посмотрите, какой яркий, красивый цвет. Он у нас один из чемпионов по вкусу. Это среднеплодный гибрид, называется «Алый фрегат». Вот посмотрите, в чем уникальность. Один стебель, один корень снизу. А потом мы разделяем его на три стебля. И посмотрите на каждом из трех стеблей, какие формируются шикарные кисти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять плодов кисти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Кистей на одном двадцать одна кисть. Какие формируются шикарные кисти. А черри гибрид – это малиновый фонтан. Вот здесь одновременно созревает... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать кистей. Чудесен как для консервирования, так и просто поесть, потому что он реально вкусный. А теперь самая вкусная часть нашей работы. Вырастили такую красивую, разноцветную радость. Пробуем. Это все сорта и гибриды авторские агрохолдинга «Поиск». И сейчас мы вас с ними познакомим. Итак, здесь у нас и крупноплодные сорта и гибриды, и черри сорта и гибриды. Сорт серии «Вкуснотека» «Сюрприз желтый». Вот чем они хороши? Они крупные, они яркие, они очень красивые на разрезе. И великолепны как в салатиках, так и на барбекю, например. Очень красиво смотрятся, как нарезочка. Особенно вот сочетание, если мы берем вот такой сюрприз. Если мы берем гостиниц зелененький. Собственно говоря, растут эти сорта приблизительно одинаковые. Это индеты. И они именно имеют очень интересные, насыщенные оттеночки вкуса. Если оранжевые, они, как правило, более сладенькие, то здесь вот у нас с такой небольшой кислиночкой. Вот посмотрите, как красиво это сочетается вместе. Очень красиво. Гибриды. Вот это биф-гибрид. Называется румяный шар. Это много-много устойчивостей. То есть это устойчивость к фузырозному виданию, к вирусам, к кладоспориозу. Это крупные. Это где-то 240 граммов до 300. И тоже посмотрите, насколько вот он красивый. И насколько это вот красиво и вкусно будет смотреться. Он плотненький. И доедет от дачи до дома. Очень укороченные междоузли, урожайные. Совершенно замечательные. И еще мы хотели вас познакомить вот с таким гибридом, как креолка. У него цвет образуется не только ликопинами. Мы помним, что ликопины – это источник антиоксиданта. Томат у нас самый главный источник вот этого ликопина, антиоксиданта, который для того, чтобы убирать свободные радикалы из нашего организма, омолаживать наш организм. Он выступает профилактикой против некоторых форм рака. И чем краснее плод, тем больше ликопина. А здесь у нас еще и антоциан добавляется. Это тоже очень сильный антиоксидант. Это у нас один из самых-самых вкусных гибридов. Посмотрите тоже, как вот он светится, как будто вот он намазан. Прямо-таки, я бы сказала, маслом подсолнечным. Очень красивый. И гибрид коррунд. Он у нас входит в специальную серию грядка здоровья, потому что имеет генетическую устойчивость к нескольким заболеваниям. И черри. Посмотрите, вот насколько они разные. И красные, прямо алые, лаковые. И вот абрикотин, он абрикосовый. Вот видите, если вот это золотисто-желтый называется золотой поток, то вот здесь вот у нас именно абрикосовый, такой немножко оранжеватый тон. И фонтаны наши. Фонтаны – это просто шедевры вкуса. Это конфетки, это мармеладки. Очень красиво они и на растениях смотрятся, и вот вы видите в чашечках. Все фонтаны хорошо консервируются. То есть они не растрескаются у нас в баночке при закатке. И очень красиво дает сочетание именно по цвету, когда мы делаем такое ассорти. А оранжевая гирлянда – это очень-очень сладкий. Вкуснота невозможна. Очень многие наши клиенты писали, что просто вот шедевр вкуса. Пробуйте, выращивайте. Гибриды агрохолдинга поиск. До новых встреч, друзья. Субтитры подогнал «Симон»!